3 мая в Елабужском институте КФУ стартовала международная акция в честь 71 годовщины победы в Великой Отечественной войне. Студенты Елабужского института традиционно встретили участников забега у границы Удмуртии и присоединившись к ним направились в сторону Елабуги. Тем временем для гостей на университетской площади Елабужского института КФУ развернулся настоящий праздник. Выступали творческие коллективы вуза, а в саду у института расположилась полевая кухня. Здесь готовили угощение для гостей праздника солдатскую кашу. В 13-м международном студенческом пробеге принимают участие 6 вузов. Ижевский технический государственный университет, Нижегородский государственный технический университет, Казанский федеральный университет, Елабужский институт КФУ, Чебоксарский государственный педагогический университет и Белорусский национальный технический университет. Мероприятие позволило участникам еще раз убедиться в том, какой ценой досталась Великая Победа. И в Елабуге, и в Казани, где вы будете сегодня ночевать, на территории деревни универсиады не было войны. Но эта территория внесла огромный вклад в победу, ибо здесь, в педагогическом тогда институте, нашли пристанище представителей Ленинградского и Воронежских университетов, а в Казани, на базе Казанского нашего университета, нашли в свою семью представителей Президиума Академии наук Советского Союза. Не обошлось и без подарков. Впервые в этом году вузам участников студенческого пробега подарили саженцы сирене из города Воткинска. И в Елабужском институте КФУ незамедлительно посадили сирень Победы. Митинг завершился возложением цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны и к Вечному огню. Стоит отметить, что международный пробег 2016 на этом не завершается. В программе маршрута остается Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Смоленск и Минск. Участникам предстоит покорить более 2000 километров и привлечь всех студентов принять участие в почетном пробеге. Аделя Мухамедшина, Универньюз.